Приветствую вас. Я думаю, что вы уже как-то реагируете, честно говоря, и я думаю, что ваша реакция, она не самая лучшая, в том смысле, что не очень позитивно вы воспринимаете вот этот момент, связанный с, ну, с желанием вашей жены встретиться, значит, с человеком. Я не могу сказать, что вас нельзя понять, я не могу это высказать, потому что, ну, на самом деле, понять вас, в принципе, более чем можно, более чем легко, вот, но мне кажется, мне кажется, мне кажется, что тут нужно определиться, определиться с тем, что, ну, что происходит вообще. То есть, что происходит с вами, между вами, например, и вашей, допустим, вашей женой, между вами и вашей женой. Насколько вы уверены в себе, к примеру. Вот. Уверены ли вы, уверены ли вы вообще в себе? Вот. Ну и так далее. Потому что есть у меня такое ощущение, что, возможно, вы в себе не очень уверены. Возможно. Вы в себе не очень уверены. И если это так, если вы в себе не очень уверены, то вот в таком случае нужно в первую очередь вам работать именно с тем, именно с тем, чтобы вы были уверены, чтобы вы не воспринимали, условно говоря, то, что делает ваша жена, да, но, допустим, ну, допустим, свой счет, чтобы вы не видели в этом какую-то, какую-то угрозу себе, чтобы вы не видели в этом какой-то, какой-то, какой-то негатив для себя, ну и так далее. А сейчас пока вот, к сожалению, получается, что вы видите в себе, видите для себя, точнее, этот самый негатив. Мне не кажется, это чем-то хорошим для вас. То есть смотрите, вы уже, я повторюсь, вы уже, как-то реагируете на эту ситуацию. Не нужно думать, что вы не реагируете на нее. Но вот, что меня еще насторожило. Меня еще насторожило то, что вы написали, что мне нужно как-то реагировать. И, честно говоря, не совсем понятно, почему нужно. Одно дело, если вы хотите как-то реагировать. Другое дело, если вы реагировать не хотите как-то, тогда реагировать вам, на мой взгляд, и не нужно. Но получается несколько странная ситуация, что вы как будто бы требуете от себя какой-то реакции. Вы именно, именно что требуете от себя какой-то, какой-то реакции. Но сами же есть такое ощущение, что подавляете, как будто бы. И что в итоге хорошего для вас будет. Поэтому момент здесь крайне неоднозначный, как мне кажется, по крайней мере. то есть крайне неоднозначная здесь история, как мне кажется. И обращать внимание вам нужно в первую очередь на себя и на то, как вы реагируете на это. Обращать внимание внимание на то, как вы сами это воспринимаете. Если воспринимаете как угрозу это для себя, если воспринимаете это как какой-то негатив для себя, например. Например, что с этим можно и нужно работать. Это можно и нужно исследовать. Вот. А если есть здесь что-то другое, ну и тогда уже можно поисследовать. Это. Вот. Вот. В принципе. Такую ответ я могу вам дать. То есть. Основная проблема. Заключается в том. что вы как-то реагируя, эту реакцию себе подавляет. И в итоге не можете выразить свою собственную позицию по данной ситуации. Какой бы она ни была. Вот. А возможно даже в этой позиции стыдить. Возможно. Это не точно, но возможно. И соответственно нужно посмотреть, насколько вы естественны, насколько вы свободны в своем поведении. Насколько вы уверены в себе и есть ли что-то, чего вы боитесь. А если между вами и вашей супругой есть какие-то проблемы, если есть какие-то между вами трудности, если есть между вами какие-то конфликты. То лучше конечно на это обратить внимание и постараться их решить. Вот. Но я имею в виду постараться решить эти проблемы, если они есть. Потому что не обязательно, что ваша жена будет вам изменять, но ее может как-бы оттолкнуть от вас то, что будет другой мужчина, который может быть будет проявлять к ней там определенную симпатию, может быть или что-то вроде того. Вот. И если вы в себе не уверены, то лучше будет поработать над проблемами вашими. Вот. Чтобы быть уверены, быть уверены, быть уверены в том, что между вами все хорошо. Вот. Это то, как мне видится данная ситуация. Я не претендую на истину. Говоря вам об этом, я не хочу, чтобы вы думали, что я претендую на истину. Нет, но свое мнение я хотел бы высказать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Вот. Я думаю, что, честно говоря, у ситуации есть какая-то предыстория. В смысле того, что не просто так ваша супруга захотела, наверное, встретиться со своей женщиной с другим. Да, да, да. Вот. Наверное, есть, там, ну, у, есть у, у нее какая-то потребность в этом. Вот. Нужно просто постараться понять, что это за потребность. Вот. Нужно просто попытаться понять и увидеть, в чем проблема там может быть. Вот. И я думаю, что это поможет вам. Но я так думаю, это могло бы помочь. Вот. Вот. Такую дверь я могу вам дать. с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. на этом все. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация будет самым наилучшим образом разрешена. Я надеюсь, что вы со своей женой решите все ваши трудности и проблемы, какими бы они ни были и что бы они себя не представляли. И я надеюсь, что если у вас будут трудности, если у вас будут сложности, то вы не станете ждать. Вот. А обратитесь к специалистам для решения проблем. Любую проблему можно решить. И то, что может быть, может быть вы ревнуете, это хорошо в какой-то степени. Это говорит о том, что на вашу, на вашу, ну на свою жену вам не сыра, не сыра. Вот. Но важно, конечно, чтобы, эм, ну обратно говоря, чтобы дело не ограничивалось только тем, что вот, эээ, ну что вы, например, позиционируете там, допустим, её как свою собственную собственность, вот. Это в этом ничего хорошего. Нет. Не для вас, не для неё. Не для будущего отношений, вот. А ситуацию можно использовать как, эээ, как основу для понимания и неудовлетворенности вашей супруги и, эээ, как бы, эээ, необходимости, эээ, необходимости, вот, что-то, эээ, ну, что-то для неё сделать. Вот, необходимости, эээ, что-то, что-то, что-то ей, ей дать, например, ну, например, ну, например, я не говорю обязательно, но, например. Вот. Вот, эээ, такой ответ я мог бы вам дать, эээ, сейчас, пока что в точке линии психологии. Эээ, 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 ээээ, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Потому что новая информация, и когда ваша история будет более подробно рассказана, тогда появится куда больше возможностей что-то для вас сделать. В этом все, желаю вам удочи, всего самого доброго. Обращайтесь и буду благодарен за какую-то обратную связь.